Приветствую вас, дорогие. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что основной момент, на который вам здесь нужно обратить внимание, это то, что вы не доверяете своему мужчине, вот, и то, что вы не доверяете себе. Вероятно, это связано с не до конца проработанными проблемами между вами, потому что вы говорите, что вы расстались, потом сошлись, а что между вами изменилось, из-за чего вы, собственно, расставались, как вышло, что вы сошлись опять, да, и, собственно, как вышло, что вы разошлись, непонятно. То есть вы об этом вообще ничего не пишете, ведь это важно. То есть, как бы, здесь вы уже несколько, вот, выходите, так сказать, за рамки, да, то есть, ну, есть определенные трудности, да, в отношениях, есть определенные сложности в отношениях, и вы, как бы, это предпочитаете игнорировать. Следующий момент, то, что вы не обсуждаете какие-то вещи, то есть, ну, в плане того, что предпочитаете замалчивать, предпочитаете не, там, соответственно, высказывать какие-то вещи, вот. Это тоже, мне кажется, такой достаточно важный значимый момент. С одной стороны, если не говорить о чем-то, вот, то, конечно, будут раздаться какие-то вот моменты такого характера, несколько странного, двусмысленного и так далее. Это нормально, к сожалению. Вот, поэтому тут вопрос, скажи больше, к вам. Вот, опять же, как у вас доверие мужчине, то есть, ну, доверяете ли вы ему, а насколько вы друг другу открыты, насколько мы с вами общего много, и что вас связывает. Следующее, у вас ревность, мне видится так, мне видится, что вы ревнуете, мне видится, что вы беспокоитесь, не видится, что вы, там, переживаете, вот, достаточно сильно переживает, вот, и, как бы, вам больно, скорее всего. То есть, вот, с вами все это происходит, а вы молчите, пытаетесь это сдержать, вот, и, спрашиваете, как лучше поступить. Мне кажется, что, если вы изначально, изначально поговорите с своим молодым человеком о том, что вы чувствуете сами, не искать, там, какие-то аргументы, в пользу того, что у него кто-то был, или у него кого-то не было, а прислушиваться к себе, и у себя спросить, да, что там происходит, и чего я хочу, и что я чувствую к мужчине сейчас, и что я чувствую по проблеме, которая, например, у нас была, и что я чувствую, когда я с ним сошлась, да, вот. А, и вот на это вы обратите внимание, потому что сейчас вы играете в некую форму глухого телефона, когда, вроде бы, вам тут что-то рассказал, потом вы увидели сами, вот, потом вы об этом ничего не сказали, я имею ввиду, человеку, вот, и так далее. И, соответственно, отношения, получается, держатся на поддержании концепции. Вот. Знаете, какая штука. Такие отношения, конечно, весьма тяжело поддерживать. И они весьма тревожны в контексте, ну, доверия какого-то в контексте, эмоций в контексте, о ощущениях, вот. То есть, вы пытаетесь себя контролировать, вы пытаетесь себя контролировать, вы пытаетесь поступить правильно, но мне кажется, мне кажется, что ваши чувства, они никуда не денутся от того, что вы будете пытаться их как-то зажимать. Вот. Или от того, что вы, например, будете нечестны с собой или с молодым человеком, например. Вот. Поэтому, тут, мне кажется, появится вот такая, что у вас есть некий свой, вот, свой ваш собственный конфликт еще. Внутренний, что-то может быть какая-то неуверенность в себе, это может быть какие-то сомнения в себе, вот. Это могут быть какие-то трудности, это могут быть какие-то страхи ваши, вот, и так далее. То есть, вариантов здесь довольно много, вот, но важно на это обращать ваше внимание, вот, чтобы вы были более внимательны к себе. Сами, вот, чтобы вы были более внимательны к тому, что с вами происходит, вот, и дальше уже можно будет говорить о том, чем можно вам помочь. Вот, и как, собственно, ну, гармонизировать отношения ваши можно будет, например, если вы, там, к примеру, этого хотите, хотите, да, допустим. Вот, ну, для меня это выглядит, примерно, вот, так, для меня это, для меня это выглядит, вот, такой парадигм. Вот, сейчас вы, что хотите сделать, просто выбрать наилучший, ну, наилучшую модель поведения. Ну, ее нет, это наилучшая модель поведения, потому что, что бы вы ни сделали, вы, скорее всего, об этом пожалеете, и это нормально абсолютно. Потому что, любое решение все верно, вот, если вас что-то волнует и беспокоит, то на это нельзя не обращать внимания. Другое дело ответственное за это ваш парень, вот. Ну, как правило, очень большую роль играют именно, ну, именно отношения с партнером до того, если у вас уже есть определенные проблемы, вот. Поэтому, как быть, вы пишите, как быть, чтобы что. Вот, больно, что вы никогда не обсуждали с ним, что вы снова вместе. То есть, как-то вот здесь вы, понимаете, боитесь своих чувств, вы не выражаете их, у вас как будто бы нет доверия в себе, вот. И вы не очень понимаете, что чувствуете к парню еще, как мне кажется. Тоже такой важный момент. Вот. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу, это может послушать началом вашей работы над собой и гармонизации ваших отношений.